Таксистские войны продолжаются в Нижнем Новгороде. На этот раз конфликт разгорелся в аэропорту. Дело в том, что одна из компаний получила аккредитацию в аэропорту и стала официальным перевозчиком. Все остальные таксисты и частники оказались таким образом не у дел. Естественно, они этим недовольны. Доходит до драк и рукоприкладства, что фиксирует камера видеонаблюдения. Водители избили на нас. Было совершено покушение. Нас догнал один из группы «Бомбилка». Бьет нас бортом, зажимает к бордюру. Метры остановились от столба. Загоняли нас именно на столб, именно на остановку. Клиент отнимает. Работу отнимает. То есть это группа лиц, занимающихся частным извозом на протяжении 40 лет, не отпускает этот кусок хлеба из умами и ногами, пытается там сохраниться. Они, просто приходя туда, ни копейки не тратятся, и государство ничего не выплачивает. Все в мой карман. Ни с кем я платить никому не хочу и не буду. У частных перевозчиков своя правда. Они утверждают, что это не они нападают, а их провоцируют. Повреждения мои, начиная от двери, небольшие, крыла, небольшие царапины, просто как бы касательные, намеренные на кого-то нападать, этого у меня не было. То есть даже единственное, именно пострадавший, который наносил мне удары по ногам, водитель данного автомобиля снимался, это на свой мобильный телефон. То есть я был один, то есть у меня нет на самом деле таких доказательств, но он был здравым, у меня применял силу физическую. Обыкновенное хулиганство и все там, вот и все, хулиганят. Хотят, чтобы только они там были, больше ничего. Перед тобой встает, я его бить что ли буду? Это же обыкновенно, они провоцируют, чтобы я его ударил, и он на меня записал заявление. Вот и все, больше ничего. Без криминации, бандитизм, можно так сказать. Нас просто руками выше выливают, не дают даже в здание аэропорта попасть, встретить клиента. Я также имею разрешение от транспортной компании, от транспортной инспекции, лицензия. Я не являюсь там частным заводчиком бомбилы или как это там нас называют. Все в рамках закона. Выдавливание конкурентов, причем любых, неважно кто, вот и все. В антимонопольном комитете с таким постепенным выдавливанием с рынка перевозчиков, частников не согласны. Так называемые бомбилы, это все-таки люди, которые рулем кормят себя и кормят семьи. Это такие же нижегородцы, это такие же люди, у которых, скорее всего, даже лицензии есть на перевозку. Но они не встроились в какую-то систему. Значит, надо им помочь встроиться в эту систему на справедливых основаниях. А гнать их за шею только от того, что они вовремя не успели. И, может быть, не успели это потому, что специально так эту процедуру построили, только для своих. Это неправильно. Антимонопольный комитет, кстати, обещает свою защиту частным перевозчикам в случае обращения. Но подобные процессы идут не только в Нижегородском аэропорту. Схожая ситуация и на новом автовокзале в Щербинках. Руководство автостанции также аккредитовало для работы на своей территории лишь нескольких перевозчиков. Всем остальным даже заезжать на территорию нельзя. Охрана их выгоняет. Территория частная собственность. Охрана, в принципе, вправе так поступать. Но конфликты не утихают. Между тем, как сообщили нам в правительстве области, рынок, на котором могли предлагать свои услуги частники и так называемые бомбилы, в скором времени сузится еще больше. Нижний Новгород готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. И на всех объектов, относящихся к чемпионату мира, а их будет множество, будут работать лишь уполномоченные перевозчики. Мы тоже к чемпионату мира будем ограничивать доступ такси к определенным территориям. Мы работаем с сообществом таксистов, говорим, вот у нас будут критерии, что автомобиль не старше столь каких-то лет, его цветовая гамма, определенные требования к автомобилю, требования к знанию английского языка водителя и так далее. Других мы просто не будем сюда допускать. Это тоже наше право. Поэтому мы говорим, если хотите участвовать, вот мы разработаем определенные критерии, и если соответствуете этим критериям, то будете пользоваться и будете иметь право доступа на стоянки, которые расположены в леди объектов, допустим, чемпионата мира.